Сегодня в рубрике «Автошкола» мы расскажем, как правильно выполнять параллельную парковку, какие рекомендации на этот счет дает профессиональный инструктор по вождению и какие электронные помощники предостерегут вас от повреждений своего и чужого автомобилей. Параллельная парковка – одно из обязательных упражнений, которое входит в программу сдачи экзамена при получении водительского удостоверения. И многие выпускники автошколы, начинающие водители, испытывают трудности при таком виде парковки в реальных условиях города. Площадка выглядит довольно простым способом, то есть есть пару направлений, в которых нужно будет заехать. То есть колышки, передняя часть машины и задняя часть машины. Суть элемента – то есть заехать как можно ближе к правой стороне припарковать, при этом не зацепить ни одного колышка. Итак, изначально машина подъезжает к изначальной точке первой, то есть равнивается первая палочка, дальше ведет заворот машины, задняя часть машины выравнивается по углу именно, то есть под 45 градусов, дальнейшее выравнивание руля, машина должна подъехать к углу, вот она подъехала, выравнивание руля, заезд задним ходом. С задним двигаемся до тех пор, пока машина фактически не спрячется, капот машины с первой палочки. Выжданность в таком положении, чтобы машину можно было спокойно завернуть в правую сторону. Дальше за ворот идет машина и подъезд задним ходом до задней части машины, то есть у нас лучше до задней части парковки. Подъезд и остановка. В современных условиях с каждым днем автомобилей становится все больше и больше, а места, соответственно, меньше, поэтому приходится оставлять свою машину в самых неподходящих местах. Даже опытному водителю при параллельной парковке в сложных городских условиях может потребоваться помощь постороннего человека. В некоторых случаях его может заменить электроника, так называемый парктроник или же камера заднего вида. Такие электронные помощники зачастую установлены на большинстве современных автомобилей, однако есть немалое количество моделей, где производителям эти опции не предусмотрены. В таких случаях автовладельцы могут установить их на специализированных сервисах. Вне зависимости от ваших навыков и стажа вождения, парктроники лишними не будут. Итак, первоначально мы встали в парковку, сравняли заднюю часть машины, стоящую справа и нашу заднюю часть машины. Дальше постепенно двигаемся назад, заворачиваем руль и едем до тех пор, пока в правом, в левом зеркале машина целиком, сзади стоящая машина не появится. Двигаемся, двигаемся. В этом посмотрим на правое зеркало. Машина целиком появилась, то есть мы встали на угол. Дальше выравниваем колес и заезд. Двигаемся назад. Следим за левым и правым зеркалом. Дальше капот машины прячем за стоящую впереди машинку и заворачиваем назад. Поглядываем тоже назад, смотрим правое, контролируем правое расстояние. Делаем остановку. Припарковав свой автомобиль между соседями, подумайте, как те будут выезжать. Не прижимайтесь слишком близко к одному из них. По возможности оставьте обоим достаточно пространства для маневра, а также контактный телефон на видном месте. Таким образом вы сэкономите свое и чужое время. Будьте аккуратны и взаимно вежливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова